Здравствуйте, Фёдор! Это видео про объективы ТАИР-11А. Итак, смотрите. Вот объектив, который выставлен у меня на ebay. Вот, как видите, диафрагма в полном порядке. Следы масла очень-очень сложно заметить. Здесь линзы чистые. Объектив в состоянии очень хорошего. Вот он, адаланчик. Кольцо диафрагмы номер 2. И кольцо диафрагмы номер 1. То есть мы полностью раскрываем кольцо диафрагмы номер 2. И потом фиксируем, если нам нужно зафиксировать конкретно какое-то значение диафрагмы, мы можем сразу двумя кольцами двигать. Вот так вот, смотрите. Если верхнее кольцо зафиксировать на 2,8, то затем можно двигать нижним кольцом сразу 2. 4, 5,6, 8, 11, тут даже есть промежуточное значение, может, 11,5, и 22. И, скорее всего, тут будет 16. Кольцо фокусировки абсолютно без усилий двигается. Мягко, хорошо. Блинда выдвигается. В общем, объектив в идеальном состоянии. Внутри там небольшое количество пыли. Ну, это не критично. Царапин, потертостей на линзах нет. Это полный комплект уже с установленного дуванчика. И объектив 1986 года, тоже в идеальнейшем состоянии. Также диафрагма. Ничего с него не капает. Легкие следы смазки. Мягко работает. Одно кольцо. Хорошо прощелкивается второе. Мягко крутится кольцо фокусировки. Здесь сейчас установлен хвостовик М42. Ну, это все, как говорится, без проблем. Меняется. У меня хвостовиков КФН достаточное количество. Так что выбирайте один из двух. Хотя, по мне, они оба абсолютно в идентичном состоянии. Соответственно, передняя крышка или с защелочкой. или будет родная пластиковая. Где-то я ее отложил в сторону. Крышка будет. Наверное, она есть. и на выбор ваш или родной кожаный тубус или мягкий чехол. В родном кожаном тубусе просто стоимость доставки будет чуть-чуть выше. Но, как я вам уже написал, я могу вам сделать прямую продажу без ebay. Цена будет на 10% ниже, чем на ebay. И посчитаем цену в евро. Выбирайте, смотрите. Спасибо за внимание.